This conference will now be recorded. Более подробная информация, безусловно, представлена на соответствующем курсе, который называется «Делопроизводство. Коммутационное обеспечение управления». Давайте немножечко я расскажу вам о себе. Меня зовут Левина Светлана Марковна. В той сфере деятельности, о которой мы с вами говорим, у меня весьма обширный опыт. Опыт создания систем сначала просто документа оборота, то есть создания систем работы с документами в нескольких организациях, очень разных. То есть так получалось, что у меня опыт работы и в гигантских организациях, а потом в небольших, потом опять в больших, потом опять в небольших. Пока мы остановились на организации очень большой, в которой я сейчас и пребываю. И поэтому опыт очень разнообразный и многосторонний. В более позднее время случалось создавать и систему электронного документа оборота, более чем в одной организации, более чем на одной платформе. Создавать также архив с нуля, опять же, как и в бумажном виде, так и в электронном. То есть ставить, что называется, «Делопроизводство» с нуля. То есть опыт в этой сфере весьма обширен и разнообразен. Что касается линейки курсов, которые я имею честь ввести в Центре специалист, то они связаны, безусловно, с этой тематикой. И сейчас мы с вами будем говорить о курсе «Делопроизводство. Документационное обеспечение управления». Это наш базовый курс, на котором основаны все остальные курсы, относящиеся к этой теме. Ну, просто потому, что без базы, без основы, естественно, никак мы двигаться дальше не можем. И мы поговорим с вами немножечко именно о том, чего этот курс касается. Также есть курс «Делопроизводство. Уровень 2». Это уже следующий этап, когда мы справились с основами, разобрались с базой. Мы можем двигаться дальше, развиваться и развивать свою организацию. А с учетом современного времени, вызовов времени, как сейчас принято говорить, и ситуации, которая сложилась, безусловно, мы, скорее всего, этим вопросом заинтересуемся, потому что речь идет об электронном документообороте, системах электронного документооборота. Эпоха циправизации настала. Она обступает нас со всех сторон, хотим мы этого или не хотим. Более того, если раньше это идет, уже не первый год, это достаточно поступательный, длительный процесс. Но в связи с ситуацией, в связи с обстоятельствами, с пандемией, эти процессы очень сильно ускорились. Они буквально теперь летят голопом, поэтому нам приходится к этой ситуации привыкать, с ней смиряться и действовать в этой ситуации. Для того, чтобы мы понимали, как мы действуем, на чем мы основываемся, мы и говорим об этих вопросах, о темах, связанных с делопроизводством документооборотом. Курс «Ближайший делопроизводство документообеспечение управления» начнется 5 апреля. Это понедельник, через неделю. Курс ежедневный. То есть он будет проходить в режиме всю неделю, в режиме каждый день с 10 часов утра до 17-10 часов вечера. 17 часов 10 минут. Вечера, кроме пятницы, там мы закончим к обеду 13-10. Курс 36-часовой, то есть он достаточно длительный, поэтому эта тематика рассматривается по возможности подробно. Есть также следующий курс, который начнется позже. Он будет вечерним. То есть центр представляет возможность выбора той программы, того режима, который удобен для слушателей. И те варианты, которые могут быть предложены, они имеются. Несколько слов о центре «Специалист». «Специалист» – это достаточно известное учебное заведение, которое занимается именно повышением квалификации, дополнительным обучением, дополнительным образованием. Огромное количество выпускников, больше миллиона, 29 лет ударной работы, различные награды и признания заслуг этого заведения. 35 тысяч корпоративных клиентов, несколько учебных офисов, комплексов учебных, полностью оборудованных со всеми необходимыми для этого условиями. А сейчас в условиях текущей ситуации и с обеспечением всех мер безопасности, 60 учебных классов, 250 преподавателей и более тысячи разнообразных курсов. Курсы и на темы, связанные с техническими вопросами, и с большим спектром разных других вопросов. То есть это весьма-весьма обширная учебная программа, из которой можно выбирать интересующее направление и, в общем-то, постоянно находиться в процессе повышения своей квалификации и расширения своих навыков, знаний и умений, что, опять же, сейчас, в такую достаточно непростую для всех нас эпоху, может быть весьма полезным качеством. Значит, какие есть гарантии? Центр предлагает соответствующие гарантии, гарантии качества, то есть обеспечивается соответствующая методика преподавания и современные технологии проведения тренингов, гарантия результата, то есть достигается усвоение знаний, ну, естественно, при соответствующих условиях, то есть посещение, работы активно и так далее. Соотношение слушателей в группах весьма оптимальное. Опять же, с учетом того, что занятия ведутся и в режиме очном, и в режиме вебинара, и, так сказать, это объединенное занятие, условия соблюдения безопасности при очном обучении тоже, естественно, соблюдаются. Поддержка также обеспечивается посттренинговая, то есть по всем вопросам, которые возникают после обучения, вне зависимости от того, учимся мы с вами, или уже курс завершился, в любом случае слушатели могут обратиться ко мне по моей электронной почте и получить информацию, получить комментарии, получить помощь, совет и так далее. То есть это, потому что курс непростой, достаточно большой, очень обширный, очень насыщенный. Да, действительно, не все сразу можно, если тема нова, то есть если уже есть определенная подготовка в этой сфере и какие-то хотя бы начатки знаний, то, конечно, это будет восприниматься легче, но я знаю, что многие, опять же, в условиях сложившейся ситуации, меняют поле деятельности, меняют сферу, направление деятельности и начинают изучать эту тематику с нуля практически. Конечно, информации очень много, но есть все, центр предлагает все возможные средства получения информации, источники информации, она размещается на надежных сайтах центра и доступна слушателям очень длительное время, вне зависимости от того, курс закончился или еще идет. Поэтому к этой тематике, если есть такая необходимость, также представляется много дополнительных материалов, рабочей тетради и так далее, то есть это обеспечено информацией и поддержкой для того, чтобы к вопросам каким-то вернуться, прослушать, опять же, записи предоставляются, для того, чтобы была возможность прослушать записи занятий. То есть такой инструментарий весьма обширный, который позволяет каким-то темам сложным возвращаться и получать дополнительную информацию, опять же, обращаться, если уж возникли какие-то вопросы и затруднения, обращаться к преподавателю за комментариями. Значит, если обучение происходит от корпоративного клиента, то и какие-то возникают сложности и каким-то причинам не может посетить слушатель занятия, то центр предлагает отправить на обучение другого специалиста, то есть в любом случае затраченные средства, они никоим образом не пропадут. Значит, расписание занятий гарантировано, то есть я смело могу вам озвучивать эти даты, когда это будет происходить, и даже на более поздний период, потому что, опять же, расписание занятий составляется на год, и они идут без срывов и переносов. Предлагаются разные форматы занятий. Обучение ежедневное, как я уже говорила, с 5 апреля именно такой курс пойдет. Может быть, и обучение вечернее, и может быть, обучение по выходным. Такие курсы тоже есть, то есть любой удобный вариант, может быть, рассмотрим. Про гарантию безопасности я уже вам говорила. Центры высокого уровня обеспечения и безопасность в связи с пандемией, она также соблюдается, то есть количество обучающихся очно, оно регламентировано, более разрешенного количества в аудиториях находиться не может, что обязательно соблюдается. Давайте теперь поговорим с вами, собственно, о том, о чем мы и собираемся говорить. То есть что же мы будем делать на курсе, о чем я сейчас хочу вас проинформировать, чтобы был понятен охват этих тем и чем же, вопрос, мы занимаемся 36 часов. Кажется, много. Потом во время обучения слушатели говорят, как мало. Ну, здесь, смотря как, с какой точки зрения взглянуть на это, потому что обучение в ВУЗе этим тематикам идет 4 года на бакалавриате, да, то есть это немножечко, опять же, другие форматы. Мы ведем занятия по конкретным темам, по конкретным направлениям и очень концентрировано, не отвлекаясь, скажем так, на какие-то дополнительные дисциплины, которые неизбежно есть во всех учебных заведениях, скажем, смежные и каким-то образом связанные с этим, с этой тематикой. Мы занимаемся впрямую вот этими задачами с учетом того, что времени 36 часов, как выясняется, этого не так уж много. Зачем вообще нам вся нужна эта тематика? То есть так сидит, видите, очень такой запуганный человек и что-то ручкой там исправляет. Зачем нам вообще нужна вся эта тематика? То есть современно ли это? То есть как это соотносится с текущей ситуацией? Несколько лет назад составлялись разные рейтинги, они мне попадались, очень меня огорчали. В них рейтинги такого плана, что вот через несколько лет есть перечень профессий, перечень занятий, которые через несколько лет сойдут на нет, отомрут в связи с тем, что вот у нас цифровизация, тогда это так не называлось, что у нас цифровые технологии, что искусственный интеллект и другие технические достижения. И есть перечень обреченных профессий, которые в общем не будут через некоторое время никому нужны. Чуть ли не в первых рядах этого перечня стояли бухгалтера и делопроизводители. Прошло время, приключилась пандемия и наблюдается всплеск интереса к этим профессиям. И они в общем-то не думают отмирать. Не наблюдается этого. Почему? Потому что по сути дела, как бы это ни происходило, одно с другим здесь не связано вот такой вот прямой зависимостью. То есть тот, кто пишет такие вещи, кто составляет такие рейтинги, не очень понимает, как это работает. Как бы это ни оформлялось, какие бы цифровые технологии не использовались, какие бы средства электронной связи, систему электронного документооборота и так далее мы не применяли, в основе все равно будет лежать те подходы к обработке документов, к их прохождению и так далее, которые неизменны. Как мы это будем оформлять? Каким носителем пользоваться? Это вопрос второй. Но пока есть необходимость в документах, а чтобы она когда-то исчезла в ближайшее время, тоже маловероятно такое. Пока есть необходимость в документах, будет необходимость в их обработке, в их прохождении, в их хранении и из этого логически следует необходимость в тех людях, в тех сотрудниках, которые эту информацию будут обрабатывать. Изменения все-таки время нам диктует, поэтому, возможно, мы можем говорить уже о более широком применении этого понятия. То есть документационное обеспечение управления, да, работа с документами, да, но сейчас система электронного документооборота и вот эти системы обработки, как бы они ни происходили, документов, чаще всего встраиваются в модули управления документами в организации. То есть это уже система управления знаниями, которая интегрирована со всеми другими системами управления, в том числе система управления организацией, система управления, система работы с клиентами и так далее. То есть во все вот эти корпоративно-информационные системы наша система встраивается. Чаще всего, конечно, сейчас она уже представлена в электронном виде, но для того, чтобы ее создать и понимать, как это работает, мы должны знать основы и базовые понятия. Значит, чем мы руководствуемся в процессе своей деятельности? Эта сфера деятельности достаточно неплохо, не идеальна, но достаточно неплохо нормирована. То есть есть базовые, основные документы, естественно, я не буду их сейчас перечислять, достаточно длительно, на которые мы опираемся, которыми руководствуемся, которые рассматриваем в курсе достаточно подробно. ГОСТ 7.0.97.2016 мы рассматриваем очень-очень даже подробно и базируемся на нем. То есть это все современные требования. ГОСТ эти будут предложены, выложены в личный кабинет группы, то есть можно будет их изучить, посмотреть. То есть это современные, скажем, требования, которые содержатся в современных действующих ГОСТах. Как мы это делаем? Мы опять же опираемся на имеющиеся документы, на стандарты и регламентирующие документы для того, чтобы эту работу проводить. не полностью, не, скажем, не так стройно регламентирована эта система, но если знать, куда посмотреть, что называется, где взять эту информацию и как, например, управляться с этой тематикой организациям, государственным организациям коммерческим, мы об этом говорим и опираемся в том числе и на требования указанного ГОСТа. Это наша основа. Для чего нам все это надо? Ну, нам надо это именно для того, чтобы понимать, как это работает, чтобы иметь возможность оценивать документы, разделять их по видам документов. Это одно из ключевых классификационных понятий, на которые мы также опираемся в процессе нашей деятельности. Об этом мы много говорим на курсе. И из этого следуют и особенности оформления этих документов, и особенности их прохождения, обработки и так далее. То есть это вещи базовые, основополагающие, и мы на них опираемся. И чего мы в результате хотим добиться? Когда мы всю эту работу начинаем, мы осуществляем документационное обеспечение управления. То есть это поддержка документационная руководителя организации и организации в целом, потому что с документами работает в общем-то практически вся организация. Чего мы хотим добиться? Создать такую систему в организации, чтобы она отвечала всем нашим потребностям, специфике организации, прохождение документов, обработки документов, контроля исполнения документов, хранения документов и так далее. И добиться того, чтобы у нас был юридически значимый документ оборот. То есть это именно вот такая тематика, то есть создать систему в организации обработки, работы с документами для того, чтобы мы могли ими управлять должным образом и с учетом требований времени эпохи цифровизации делали это самым актуальным, самым простым, самым очевидным способом, не прибегая к каким сложностям, создав систему и поддерживая ее деятельность. И почему это актуально? Это именно актуально, потому что, о чем мы уже с вами говорили, потому что как бы не прочили нам смерть и выбывание из рядов, я что-то не очень вижу, например, чтобы бухгалтера стали вдруг ненужными элементами. Естественно, это также востребованная деятельность, как и была, точно так же и работа по управлению документами, но мы должны быть современными, мы должны понимать современные требования и их придерживаться, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда и чтобы свои навыки и знания предлагать и использовать для блага организаций наилучшим образом. Пять постулатов успешного управления документами. это информация, которая пришла ко мне в результате моего, как вы видели, достаточно немаленького опыта работы и эти откровения, в общем-то, таковыми, конечно же, не являющиеся, не являющиеся такими, они сформировались в процессе длительного опыта, но надо сказать, что это работает и помнить об этом в общем имеет смысл. На курсе я эти постулаты достаточно часто вспоминаю, да и не только на этом курсе, но и на всех остальных курсах с цепочки, тех курсов, которые я читаю, потому что, в общем-то, они действуют. Я их, так сказать, достаточно лаконично сформулировала, но я вам их сейчас прокомментирую. Афера, ну, это я так назвала, коллеги, это самый главный наш постулат, который по-другому звучит, как взвешивайте риски. Всегда и во всех действиях, связанных с документами, с документационным обеспечением управления, работой, организацией в целом, всегда взвешивайте риски. Риск есть всегда. Почему? Потому что мы, опять же, нормативная база не полностью сбалансирована и взвешена, не все аспекты деятельности в ней достаточно подробно и должным образом отражены. Для коммерческих структур здесь вообще очень много белых пятен, поэтому, когда мы что-то осуществляем, какую деятельность в этой сфере проводим, об этом мы на курсе много говорим, обязательно нужно взвешивать риски, потому что любое наше действие в последующем где-то обязательно проявится. Например, на этапе архивного хранения, о чем обычно забывают. То есть архив – это тоже, в общем, сфера и часть нашей деятельности, логическое продолжение, потому что любая жизнь любого документа закончится архивом. То есть мы всегда упремся в архив. И когда мы начинаем заниматься вот именно этими вопросами, хранением документов, то все огрехи, которые были допущены на этапе делопроизводства, они обычно проявляются. И здесь могут быть достаточно серьезные пробелы. Если мы что-то сделали неверно, то мы, в общем, можем столкнуться с большими проблемами. Поэтому всегда взвешивайте риски. Второй уступат – манера. Что здесь имеется в виду, коллеги? Мы здесь обязательно должны помнить всегда, что манера управления организацией – это то, с чем мы не можем не считаться. То есть система, другим, если сказать это более обобщенно, то есть система управления организацией, так как сложилась система взаимоотношения внутри организации, система обмена информацией, документами и, в принципе, стиль руководителя, как руководитель управляет организацией, это неизбежно накладывает отпечаток на все то, что мы делаем. Потому что мы чаще всего, служба ДОУ, она все-таки связана в первую очередь и с руководителем организации, и может, например, быть, так сказать, секретариат или управление делами или какая-то еще структура, связанная с руководителем. Поэтому мы обязательно должны это учитывать. И мы здесь, это вещь, которая диктует нам определенное поведение, есть вещи, которые мы не сможем изменить именно в связи с тем, что определенная сложилась система взаимоотношений и управления организацией. Поэтому, когда мы создаем систему работы с документами, мы обязательно должны этот момент учитывать. Следующий момент, следующий пустулат, фанера. Что имеется в виду? Ну, это шпаргалка, да? Помните, кто поет под фанеру, да? То есть то, что называется фонограмма, да? Это такая, как бы, помощь, шпаргалка, то, что звучит на заднем плане, а человек только рот открывает. Что здесь я имела в виду, коллеги? Это то, что у нас всегда есть на заднем плане. То, что всегда есть в качестве поддержки нашей деятельности, а именно локальные нормативные акты. Все, что мы делаем, вся наша деятельность, деятельность структуры, связанные с документационным обеспечением управления, она обязательно должна быть зафиксирована в локальных нормативных актах. Все аспекты нашей деятельности должны быть зафиксированы там. Именно потому, что могут быть разночтения. Если мы что-то не охватили, непонятно, как это делать, опять же, могут возникнуть какие-то трудности и проблемы, и мы должны эту ситуацию, никакой двусмысленности в деятельности документационной обеспечения управления быть не может. Поэтому для того, чтобы эти риски, опять же, убрать, мы должны зафиксировать все эти процессы, какие действия происходят. Вера. Но здесь я имела в виду то, что мы верим всегда в то, что мы делаем все правильно. И здесь наше руководящее, направляющее указание – это принцип «необходимо и достаточно». Мы верим в то, что мы знаем, что мы делаем, а мы знаем, что мы делаем, но главное, чтобы мы делали только то, что необходимо, и только то, что достаточно. Мы очень хорошо знаем, как это действует, и мы не допускаем никакой избыточности. Работа с документами не допускает избыточности. ГОСТ 7.097.2016 он составлен так, что исключает избыточность. То есть если мы уже где-то что-то сказали на эту тему, уже обозначили, зафиксировали определенные моменты, они воплощены в реквизитах, которые являются элементами оформления документов и придают документы юридическую силу и позволяют документы идентифицировать. То есть это такие опознавательные знаки. Если мы уже где-то что-то обозначили, не надо делать это повторно где-то еще. Если мы какой-то процесс, прошу прощения, настроили определенным образом, не надо повторять каких-то действий и так далее. То есть это наша прямая работа и мы ведем ее именно так. То есть только то, что необходимо, только то, что достаточно. И последний постулат – это мера. Мы все должны делать в меру. Во всем должна быть соблюдена мера, опять же, связанная с тем, что необходимо и что достаточно. Относится это в том числе, например, и к текстам документов. То есть специфик составления текстов документов, официально деловой стиль, служебная документация и так далее. Здесь это тоже имеет значение. То есть все процессы и все тексты, они должны быть выверены и взвешены. Значит, что курс позволит сделать? Значит, поможет систематизировать имеющееся знание в этой области, если они уже были. То есть, например, такая ситуация бывает очень часто, коллеги об этом говорят. Есть определенный опыт работы в этой сфере, но, скажем так, он фрагментарен. То есть где-то поделали одно, где-то поделали другое. Вот что научили, что показали, то и делали. Почему так? Откуда это следует? Во что это должно выливаться? Нет полного представления о картине, обо всех процессах, что из чего вытекает, что зачем следует и так далее. И в этом случае возникает некоторая такая неуверенность и неопределенность, правильно ли я все делаю или нет, и во что это должно вылиться. Вот в этом случае курс как раз таки расставит все на места, то есть позволит увидеть процессы, скажем так, в целом, и уже настраивать их в этом случае будет гораздо проще, управлять ими будет гораздо проще. Или же возможность приобрести базовые знания, это базовый курс, 36 часов, но в принципе этого обычно достаточно бывает. То есть понятно, что если нет особого опыта, то потом все-таки придется его каким-то образом получать. Но лучше прийти, имея базовые знания, и уже подкреплять, скажем так, их опытом, чем бросаться на абразуру, не имея никакой подготовки и пытаться какие-то задачи решать. Значит, естественно, как применять на практике эти знания, мы тоже об этом будем говорить, в определенных условиях специфических и ситуациях, конечно, все подробно мы рассмотреть не можем, потому что у нас очень много разных специфических особенностей и тонкостей в этом деле, но какую-то определенную часть мы рассмотреть все-таки сможем. Курс также подскажет, как перестать совершать ошибки управления. То есть когда мы знаем, как это делается, мы ошибок, все-таки есть шанс избежать. А еще раз обращу внимание, что ошибки управления могут быть чреваты серьезными последствиями. Если мы что-то неправильно сделали, не учли, не сохранили и так далее, это может не очень хорошо сказаться на организации. И мы будем говорить также о том, как именно использовать, как учитывать современные требования для того, чтобы быть, так сказать, в курсе событий и держать руку, опять же, на пульсе. Кому полезен будет этот курс? Как базовый, конечно же, курс. Он будет полезен всем тем, кто связан так или иначе с делопроизводством и архивным делом. Вне зависимости от позиции, по сути дела, потому что он, так сказать, подводит, скажем так, единую черту. То есть все приводит к единому знаменателю. Если есть знания разрозненные, то он может их систематизировать, помочь. И секретари, помощники, ассистенты, то есть те, кто осуществляет функции, такие ассистирующие. Делопроизводители, которые могут заниматься именно этими вопросами. Делопроизводство, скажем, на уровне исполнителей. Архивариусы, которые получают всю информацию, все документы, которые мы создали в текущем делопроизводстве, они их получают уже на хранение и видят все, что мы сделали не так. Поэтому процесс обязательно должен быть связанный, соединенный и, безусловно, их руководителям, потому что без участия руководителей любого уровня, а лучше всего самого высокого, эта задача практически неразрешима. То есть если стоит задача создания, так сказать, системы работы с документами в организации и не наблюдается поддержки руководителя или она весьма слаба, решить задачу достаточно сложно, потому что здесь, конечно, должен быть хороший административный ресурс. Или у исполнителя должно быть свой собственный такой ресурс, то есть человек должен быть начальником управления делами, и тогда он может сдвинуть какие-то процессы. Опять же, с учетом того, как организация управляется, то есть то, что мы назвали манерой, здесь может быть определенная специфика, и без поддержки руководителя задача решается, либо не решается вовсе, либо решается достаточно долго, с большим трудом. Значит, здесь хочу также показать вам место данного курса, в цепочке курсов, то есть достаточно большое количество разных, как видите, курсов здесь предлагается для офис-менеджеров, в том числе и курс, связанный с дел производством, тот курс, о котором мы говорим, дел производства, документационное обеспечение управления, дел производства уровень 2 и архивное дело. Также мы можем связать это и с Word, и с Word может быть полезно, и с Excel также может быть полезно, и с PowerPoint также может быть полезно, потому что приходится составлять очень разные документы. Также связано это и с помощником руководителя, причем связь, так сказать, обоюдная, то есть помощник может и соответствующую позицию занимать, но он и обязательно контактирует с делопроизводством, и с делопроизводственной структурой он должен понимать, как это работает. И офис-менеджер тоже тот, кто может эти функции выполнять, объединять их в себе, поэтому работа с документами это чаще всего, если другой позиции аналогичной в организации нет, то это та деятельность, которая возлагается, в том числе, например, и на офис-менеджера. Значит, что можно написать, будет свое резюме добавить, как управлять документами в организации с учетом современных требований, как расставлять приоритеты, что тоже очень важно, как настраивать систему управления документами в организации, может быть, не сразу опыт, но представление о том, как это делается, и с какого боку, что называется, к этому вопросу подойти, у вас это представление обязательно появится, и как поддерживать систему в рабочем состоянии, что нужно, чтобы она работала, какие есть современные тенденции в работе, в создании такой системы, в ее поддержке, ну и другие навыки, которые тоже будут весьма полезны. Значит, особенности курса, вкратце обозначу, современные подходы, 36 часов, как я уже говорила, стоимость, вот указана такая, но нужно смотреть, это очное обучение или обучение по вебинару, стартует 25 апреля, в ближайшая группа, диплом будет, скажем, удостоверение о повышении квалификации, и навыки и знания, как мы уже говорили, даются в том разрезе, о котором мы сейчас с вами упоминали. Значит, также есть программы комплексные, в которую данная, данный курс входит как часть, для того, чтобы сформировать такую программу, это, конечно, нужно обратиться к менеджерам центра, чаще всего это программы именно по эффективному управлению документами, в нее входит три курса, делопроизводство уровень 1, вот этот курс, делопроизводство уровень 2, и архивное дело, то есть это сразу, скажем, все аспекты этой деятельности рассматриваются достаточно подробно, что дает возможность на комплексной программе сэкономить средства, и получить более широкий представление об этой тематике, и будет не просто указано, что закончен курс такой-то пройден, а более высокого уровня удостоверений или сертификат будет предоставлен с наименованием программы. Значит, обучение, как уже было сказано, также центром представляется разное, очное и очно-заочное, и вебинар, есть открытые варианты, открытые обучения и, может быть, индивидуальное обучение, то есть программа будет сформирована под ваши задачи, либо ваши личные задачи, либо задачи, например, организации, которая считает необходимым направить представителей своих для обучения по специальной программе, которая будет для них разработана. Значит, открытые обучения это такая форма обучения, которая предполагает, что слушатели записывают, смотрят, прошу прощения, записывают, смотрят заранее записанный курс, каждый смотрит его в своем темпе, в своем, так сказать, последовательности, так как ему удобно, при этом присутствует преподаватель, который может оказать помощь, прокомментировать, дополнить что-то, проинформировать и так далее, проверить, помочь с практической работой и так далее. То есть, это форма работы для большинства курсов специалистов, есть такое, то есть, это такой вариант обучения. Есть еще вопросы, коллеги? Вот, еще хочу вам показать промокод, с ним нужно обратиться в центр. Какая у вас система, какая у вас система, как это сейчас у вас происходит, Петр? Никак? А А А А